взгляд первой эмоции на третью я не могу сказать что очень много думаю об третьих эмоциях кто-нибудь мне кажется у тимура сейчас возникла шутка по поводу того что в принципе не слишком много думаю что у меня четвертая логика конечно да вот но тут сложно сказать ну просто я слишком много общаюсь с третьими эмоциями в ключе именно вот психософии там типирование или показывание кому-то что такое третья эмоция как она выглядит поэтому но третье эмоции воспринимаются очень специфично это еще зависит от конкретного представителя от конкретного человека зависит от того что там за соционический тип зависит от того что там за психософский тип то есть остальные функции как они расположены вот очень сильно зависит от того что это сам по себе за человек но обычно с третьими эмоциями дискомфортно общаться потому что я реагирую очень специфически на многие моменты и третьи эмоции тоже реагирует очень разный режим вот этого эмоционального взаимодействия то есть я по-моему каких-то уже видео об этом рассказывали на каких-то вебинарах не исключено много раз поэтому у меня такой дежавю что я рассказываю все время мы можем каждый месяц снимать видео на одну и ту же тему это будет каждый раз по-разному для каких-то людей это будет в новинку вот и получается что у первой эмоции какая штука там состояние они такие эмоциональные они такие достаточно громоздкие и уделяется внимание именно тому вот в каком я нахожусь именно состоянии вот так вообще глобально какое-то внимание процессу переменам этого состояния оттенком состояния внимание особо не уделяется вот соответственно от третьей эмоции она очень сильно ориентирована на какую-то обратную связь на какое-то взаимодействие извне и причем это кстати я сейчас могу рассказать о процессионных эмоциях вообще потому что с двойками это работает очень похоже только двойкам общаться со мной проще чем тройкам вот и получается что какая-нибудь процессионная эмоция она приходит ко мне у меня есть на среди ее знакомых и вторые эмоции 3 со вторыми я общаюсь активнее ближе как правило потому что с тройками все-таки это очень специфическое взаимодействие вот и они приходят там и рассказывают что вот у меня там такая ситуация произошла и хотят чем-то поделиться там какой-то радостью или каким-то переживанием и они о чем-то рассказывают не просто чтобы об этом рассказать как-то поделиться и они ждут какой-то реакции что я одна это отреагирую что-то вот такое скажу как-то поддержу эту ситуацию и мы вместе как-то по переживаем по сопереживаем друг другу вместе порадуемся или вместе огорчимся то есть вот что-то такое конечно с позиции первые эмоции какая-то такая эмоциональная поддержка может оказываться но очень специфическим образом я не знаю то есть это зависит от состояния единицы от настроения и от того вообще как с этим человеком общаешься в общем огромное количество факторов вот и в общем процессионные эмоции особенно тройки они ждут вот этой реакции тройки вообще ждут вот этого контакта постоянно бывает общаясь с 3 эмоции она постоянно как-то оглядывается постоянно ждет каких-то проявлений что ты понимаешь что сейчас человек хочет чтобы ты ему улыбнулся вот сейчас на него нужно так посмотреть вот сейчас там нужно на него как-то особенно обратить внимание вот сейчас он хочет, чтобы ему там что-то такое особенное странслировали. Вот, это все, но это уже, видимо, с позиции черной этики очень хорошо видно, хотя и высокие эмоции, отчасти похожие штуки тоже замечают, и даже без черной этики, без сильной. Вот, и получается, есть ощущение, ты понимаешь, что человеку нужны вот эти реакции, но постоянно подстраиваться и постоянно вот так вот выдавать какую-то определенную реакцию, какие-то взгляды, какие-то улыбки, какие-то определенные слова, которые тебя ждут, это сложно. И получается, что если какая-то там третья или вторая эмоция приходит, ходит чем-то поделиться, а у меня настроение, ну, такое, не особо какое-то радостное, то есть просто какое-то нейтральное. Вот, и вот это состояние первой эмоции, его сложно куда-то сдвинуть. Если вторая эмоция, она находилась в нейтральном состоянии, пришел человек, она может сразу же активно начать с ним взаимодействовать, как-то активно на него эмоционально реагировать. С позиции первой эмоции вот состояние особо никуда не девается, и человек тебе рассказывает что-то радостное, и ты говоришь, о, круто. Вот, и все. Это не значит, что я там не люблю этого человека, он мне не нравится, я не хочу с ним общаться, или как-то я не так отреагирую, это значит, что у меня просто настроение сейчас такое, что ну да, это действительно классно, но вот в данной ситуации я реагирую вот таким образом. И причем это происходит так-то результативно, то есть я как-то отреагировала, сказала, о, клево, и все. Больше ничего не происходит. А процессионные эмоции ждут продолжения. А что же будет дальше? А как же вот... А как еще клево? А как еще, да, может быть мы это как-то еще обсудим, или ждут вот развития вот этой реакции какого-то? С позиции первой эмоции этого просто нет. Бывает в обратную сторону, когда с позиции тоже единицы, но это я сейчас даже не только о себе, о единицах вообще, могут реагировать на что-то чрезмерно. То есть, я не знаю, с одной стороны, к вам пришел человек, хочет с вами поделиться радостью, вы реагируете практически с покерфейсом, говорите, о, ну прикольно. А в другой ситуации, когда практически ничего такого не произошло, первая эмоция может вообще там неадекватно начать выпучивать глаза, размахивать руками, что-то кричать, верещать или ржать просто на какой-нибудь дурацкой шуткой, каким-то самым жутким образом. У процессионных эмоций это тоже вызывает недоумение, потому что что это такое? То ты вообще никак не реагируешь, то у тебя просто какие-то припадки ненормальные, то юмор тоже с позиции результативной эмоции какой-то странный, ну специфический. Ну и вообще юмор и подход к эмоциям такой достаточно жесткий, ну это для результативных функций, для любых характеров, а не только для эмоций, это вот в принципе такая штука для результата характерная, повторяюсь. Вот, так что я не знаю, примерно такая ситуация с третьими эмоциями и с первыми, вот, есть своя специфика в общении, но при этом, конечно, если выдерживать определенную дистанцию, с позиции первой эмоции можно выдавать какую-то вот такую обратную связь, но она все равно будет не такая, как хотелось бы, и выдерживая определенную дистанцию, с тройками можно общаться. Как тройки воспринимаются, это уже дело конкретной тройки, конкретного человека, потому что бывают тройки более прокаченные, менее прокаченные, есть третий функций, третий эмоций, который держит такой вообще покерфейс железный, и от них, здесь уже первая эмоция может от тройки ждать какой-то реакции, потому что если единица общается с четверкой, и четверке прилетает там эмоционально, как эта энергия, четверка это выражает свободно, иногда тоже очень ярко, вот, а у третьей эмоции все очень-очень аккуратно, очень зажато, может быть такая мимика, очень-очень мелкие взгляды, какие-то ужимки, какие-то очень мелкие жесты, то есть вот что-то такое очень-очень аккуратное, очень осторожное, и человек постоянно ждет обратной связи и своим поведением как бы спрашивает, что ну все нормально, и ждет вот постоянно тоже такой очень тонкой подстройки, очень тонкой сонастройки. И вот здесь такое несовпадение бывает взаимных ожиданий. Но если выдерживать дистанцию, то воспринимается нормально. И повторюсь, что очень многое зависит от личности человека. Это никуда не девается. Всё, я высказалась.